Всем привет! Всем доброго времени суток! Вот Толик у меня пошел бороться с сорняками. Это хочу показать для тех, кто говорит, что на таком количестве земли можно упакаться. Ну, у нас все сделано для того, чтобы не упакиваться, не усираться с пеной руками круглосуточно. Капельный полив сделан для того, чтобы между ним можно пройти сорняки мотоблоком. Сейчас Толик все выпашет с середины. А по полоскам я уже пробегаюсь там уже несложно и быстро. С утра раненько встаю, управляюсь, потом часик-полтора-два. Так настроение. Посиделось. Ничего сложного в этом как бы и нету. А слух что-то у меня в этом году плохо зашел, но было очень сухо. Картошка уже у меня выпала, то картошку я руками колола. Тут жду пока выйдет, чтобы мне видеть где-то чего. Здесь салат посадим, там местами где-то вылез. Это вот я еще пока не полола помидорки. Помидоры тоже где-то принялись, где-то не принялись, потому что у нас тут был приморозок в ночь на Пасху. Тут вот я еще не полола, тут я пропалюсь сейчас. Поэтому где-то и прихватила. Что-то придется мне рассаживать. Потому что у меня где слабенькие были саженцы, я их садила по две-по три штучки вместе. При этом они все принялись, а по одному где-то наоборот. Вон весь зацепило морозом. И перцы тоже. Накануне я как раз высадила тогда перцы, и мороз стукнул, и перцы у меня часть остались, и часть приказались долго жить. Так, тут будет помидорка на сетке, и кубы полюбить все. Так, ничего сложного в этом вообще нет. Здесь тоже все засажено. Пока еще не взошло. Дождь вот прошел один день. Может что-то и начнет что-то есть. Но я раны не сожру, поэтому рановка не входит у меня. Потому что погода, конечно, и картошку местами прихватила. Вон картошка уже цвести начала. Местами там ее прихватило морозом. Я сначала понять не могла. Ухожу, а у меня картошка зеленая, зеленая, раз черная. Зеленая, зеленая, черная. Вот так вот несколько кустов там было. Тут тоже вот один большой, шикарный. Рядом пинь помороженный. Все один помороженный. Вот так-то мороз так проскочил. Нас тут. И вот два ореха. Все саженцы прекрасно. Вот два ореха вот эти вот крайние. Почему-то их тоже прихватило. Как-то мороз тут гулял. Видите? Листики почернели. Ну, они отживутся. Вот на этом еще. Вот только два вот этих крайние. Остальные все прекрасные, зеленые. Вот. И этот большой орех прекрасный. У меня куст ежевики. Вот уже ягодки. Завязались. Курочки мои, дурочки. В этом году у меня только два цыпленка. Ложила под них яйца, сидели. А они долбанулись, блин. Все начали садиться. Всем на одно гнездо надо. Все яйца передавливали. В итоге ложила я четыре десятка яйца. И всего два цыпленка. Остальные яйца передавили, переколотили. Какие-то были болтуны я выбросила. Вот два цыпленка. Но я особо цыплятами как бы и не планировала в этом году заниматься. Вот бегают один и второй. Один с одной мамкой, другой с другой. Поэтому как бы эти цыплята мне особо в этом году и не нужны. В том году начали уже коты ходить тут соседские, таскать этих цыплят. Поэтому первый выводок у меня сожрали коты. И два выводка я продала знакомым. Уехали в Старощербиновскую. Второй выводок и третий выводок. Там хорошие курочки получились. Живут и здравствуют. Эта банда у нас гулять намылились, что ли? Все коты у меня пришли, слава богу, благополучно. Последняя у меня фифа окатилась. У ней была двойня. Но один был мертворожденный ягненок. Видимо в родах. Не в родах, а перед родами. Что-то пошло не так и ребенок замер. Но вовремя я заметила. Главное мамку спасли. Ребенка пришлось вытаскивать ягненок. Бывают и потери, конечно. Но куда без этого. Не бывает всегда все гладко. Да, девчонки? Тем более с первородками с ними сложно. Такие вот у меня девчонки. Пока отара не убавилась. А нет, одного барашка съели. Приезжал к нам друг. Толика лучший друг. Был в отпуске. Сейчас он на СВО воюет. Был в отпуске. В Архангельске заезжал к нам на пару деньков. Поэтому я пожертвовала барашка. Это вот такой вот чудик у капли вырос. Кучерявенький. Такой огромный. А вот и мамка. Да? С мамкой почти размером. Да, малыш? Хотя ему полтора месяца всего. Такой огромный. Вот последний малыш. Тоже растут они быстро. Моментально прямо вырастают. Да, девчонки мои? Черешня уже скоро начнет созревать через месяц. У нас поздняя черешня. В этом году ягод довольно-таки много. Вишни очень много. Вишен у нас, конечно, вообще много. Розы вот начинают расцветать. Потвоющиеся розы. Она уже торчит. Там вот еще торчат. Розовая пока еще только начинает бутоны открывать. Все у нас хорошо. Все у нас идет с ним чередом. Вот столько вот вишни. Прямо вообще ее... Шелковица начинает подозревать. Тоже ягоды креснеют. Вот такой вот у меня садочек. Снимаю я мало, потому что, сказать честно, надоело читать говнокоменты. У нас же очень много таких людей, самых умных, которые сидят на диване в городских квартирах и раздают всем бесплатно советы. Кому как жить, кому что делать, кому как работать. Они лучше знают. Все кругом мхают, все кругом поливают грязью. Почему не показываешь Андрюшу? Покажешь Андрюшу, Андрюшу тут же с ног до головы грязью облили. И вот из-за этого я снимать просто не хочу. Те, кто с нами уже давно, наши родные подписчики, которые изначально с первых дней с нами переехали, с нами и Андрюша вырос с вами, со всеми, те знают нас с другой стороны. Ну, а говно пишут, не знаю кто. Я бы таким людям посоветовала бы свою злость отправить Зеленскому. Или езжайте, берите автоматы в руки и езжайте туда, боритесь за мир. Не знаю, чей, не знаю, какой и для кого. Ну, вот хочется вот вам такое пожелать. Кругом и так у нас столько злобы и ненависти, а вы еще пишете всякое говно. Я желаю всем добра, только добра, мирного неба над головой. Как слышите, у нас здесь поют птички, у нас здесь ничего не бомбят, у нас здесь тишина, красота и покой. И вот даже Женя, друг вот наш с СВО, он был и говорит, боже мой, как здесь тихо, как здесь хорошо и спокойно. На войне, понятно, нету тишины. В городе он был, в Архангельске, там в городах шум, потом в Москве был и даже в станице был с Толиком. Кругом шум, суета. А у нас тишина, покой и благодать. Кроме птичек здесь ничего не слышно. Ну, пролетают, бывают, самолеты. Крайне редко здесь, потому что поблизости у нас нету. Ничего такого. Такие вот уже деревья вымахали. Это черешня желтая. Там несколько ягодок на ней завязалось. Так что вот всем пока-пока. Всем желаю мира, добра, процветания. Живите в мире и согласии друг с другом. Всем всего хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok